Проблем в населенных пунктах, связанных с дефицитом специалистов, всегда хватает. Желающие приехать в глубинку, работать в сельских медучреждениях не так много, несмотря на то, что в Ненецком округе создаются все условия для работы медперсонала. Одно из самых крупных медицинских учреждений региона в селе Оксино этим летом практически осталось без медиков. В чем причина, расскажет Александр Литкова. Еще пару лет назад получить медицинскую помощь, не выезжая из села прямо на месте, для жителей села Оксино, особенно для пожилых людей, не было проблемой. С весны у нас тут такие перебои пошли, что вообще безобразно было. Но это вы тут в курсе, наверное, уже. Тут и начальство приезжало, все разбирались. У нас больница такая хорошая была, до такого дня с войны не остаются. Столько кабинетов было, столько у нас люди работали. За последние два года у нас тут три или четыре человека просто их выдавили отсюда. Мы выжили, как по-нашему говорить. Невозможно было работать. А может, остается, что мы вообще никому не нужны остались. В городе тоже нам не очень там рады. С этими талончиками, со всеми. Все говорили, что нужно звонить, записывать. А толку-то что? Я говорю, я всю весну проездила, я столько, как говорится, и денег, конечно, ухлопала, и все. Но деньги деньгами, я бог с ним, а то, что здоровье не поправила нисколько, так я не знаю. А я тут всю весну четыре раза в город ездила, я ни в один кабинет пройти, во-первых, не могла. Там меня до того, до меня дотаскали, что и карту утеряли. И сказали, что езжайте домой, мы карту поищем. А когда они ее найдут, я не знаю. У меня болезнь, это прогрессировать начинало. К ревматологу нужно было, пока врача не было. Потом тут у них вообще какие-то заминки были. С начала июля три населенных пункта – Оксино, Хангурей и Каменка – обслуживал один специалист – фельдшер Дмитрий Спиридонов. По графику в понедельник-пятницу в Хангурей я веду прием и, соответственно, уезжаю на круглосуточные вызова. Загоговорились с местным жителем, чтобы он меня по оплате возил на водке своей до Хангурей. Далее, 12-го числа, получается, меня отправили в Оксино. Попросили заменить там на неделю, пока не найдут человека на замену. И в течение недели я, получается, был один на три деревни. Как оказалось, медики, работавшие в здравпункте в Хангурее, отправились в отпуск. А практически весь персонал больницы в Оксино уволился во главе заведующей после череды внутренних скандалов. Таких каких-то внутренних войн мы никогда не вели. Если какие-то текущие вопросы, несостыковки или претензии возникали друг к другу, то мы решали это все буквально в течение 15 минут, ну как, личным разговором. А каких-то намеренных войн и прочего, что вот как я прочитал, их не было. Потому что главный вопрос, после того, как я прочитал все эти вещи, а каких целей они добивались вообще. На днях Оксинскую больницу по приглашению профильного ведомства возглавила фельдшер Дарина Егорова, которая говорит, что, скорее всего, останется здесь надолго. Пока только приехала. Здесь много больных, которые болеют коронавирусом и инфекцией, COVID-19. Поэтому пока на первое место это лечение и здоровье населения. В настоящее время лечение от коронавируса в Оксино получают 6 пациентов. 155 жителей села вакцинировались. В Оксино проживают почти 400 человек. Фельдшер надеется, что среди молодых специалистов-медиков в скором времени найдутся желающие приехать на работу в населенный пункт.